С самого утра на площадке Грибного канала внимание зрителей приковывала учебная башня. Спортсмены соревновались в скоростном преодолении подъема. Девушки и парни долго готовились, чтобы установить новые рекорды в преодолении этой высоты. Ожидала хорошо пробежать первую попытку, но немного не собралась. Получился ноль. Но на вторую тренер помог мне настроиться. Немного надавил, но это, я считаю, нужно спортсменам. Я разозрилась и довольно хорошо пробежала. Несмотря на жару, участники выкладывались по полной и заряжали окружающих боевым настроением на победу. Для команд это прекрасная возможность обменяться опытом. А профессиональная жюри тщательно следила за техникой и исполнением подъемов. Я думаю, что соревнования покажут хорошие результаты. Это только начало. Ну, видно, что команды готовились. И, может быть, и дождемся рекорда. Не может быть, должно быть рекорды. Все-таки есть много более четыре вида соревнований. Только начало. Организаторы из Международной спортивной федерации пожарных и спасателей уверены, такие соревнования привлекают молодежь в профессию спасателя. И именно для этого рядом с учебной башней раскинулись игровые площадки с настоящим пожарным оборудованием и техникой, где дети могли освоить скалодром и даже покорить высоту. Очень понравилось. Особенно понравились вездеходы парня. Он таких еще не видел. Он сам собирает пожарные машины разные. У него много машин. Очень понравилось. Детям тоже. Все замечательно. Очень рады, что выставили такую выставку красивую. Все очень супер. Детям нравится, особенно старшему. Много всего познавательного, интересного. Много чего узнаешь. Как бы очень мне нравится. Особенно нравится детям. Дети сталкиваются с МЧС только где-то, когда машины спешат на вызов. А дети не воочию могут убедиться, посмотреть, потрогать. Что самое интересное, здесь прослеживается история. Посидеть за рулем раритетного пожарного автомобиля и узнать, как он устроен. Все это здесь, на Грибном канале в Бресте. А впереди кульминация первого вечера. Праздничный концерт и февер. Главное место притяжения вечера – это концертная площадка, на которой выступили приглашенные творческие коллективы и почетные гости чемпионатов. Ну а начиналось все с официального представления сборных. Это год 85-летия белорусского пожарно-спасательного спорта. Первые соревнования, которые состоялись в далеком 1937 году. Сегодня в соревнованиях заявлено 97 участников и принимают участие 5 стран. Кроме этого, представителей присутствует 8 стран. Республиканское и областное управление МЧС принимает гостей как добрых друзей, создавая все условия для состязаний и развития спорта во имя спасения. Что уже получило высокую оценку от Международной Федерации. Мы готовы к проведению чемпионата, а в целом для Бреста, конечно, это хороший такой форум. Это второй город в Беларуси, который принимает аналогичный чемпионат мира. Поэтому мы считаем, что для нас это и почетно, и, конечно, это большая ответственность. Очень хорошо, что все-таки чемпионат мира, он не ограничился странами Советского Союза. Сегодня есть и дальние зарубежья. Поэтому спорт, он продолжает объединять наших людей во имя человеческих ценностей. После насыщенной концертной программы состоялись финальные старты за звание чемпионов мира среди юношей и девушек в различных возрастных категориях. Белорусы показывают себя уверенно и занимают первые места. Мне описать словами эти эмоции. Я очень долго к этому шел, это была моя цель. Я ехал только, чтобы победить. И я это сделал. Я занимаюсь с 2017 года. Я 4 года шел к своей цели, чтобы попасть в сборную команды Республики Белоруссии, чтобы выступить на мире. Для этого мне приходилось все 4 года упорно тренироваться, отдаваться всему этому спорту. Наиболее сильны традиционно команды Белоруссии и России. Ребята продолжают ставить рекорды и задают высокий темп борьбы. Лучшие из лучших отмечены наградами. Расслабляться пока рано. Впереди еще три этапа соревнований. Стометровки, эстафета и преодоление препятствий. Чемпионаты по пожарно-спасательному спорту продолжатся до воскресенья, 21 августа, на основной соревновательной площадке – стадионе Бреский. А завершится праздник спорта торжественным закрытием на Гребном канале. В продолжении чемпионата мира среди юниоров и юниоров смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале «Беларусь-4 Брес». И приходите болеть за наших спортсменов. Кристина Агинская, Роман Аншиц, Роман Пилютич, Юрий Блинда, телерадио «Компания Брес».